Если вам обещают увеличить вашу прибыль на 50%, ваш личностный рост просто вознесется до небес и так далее, то есть некое такое, знаете, волшебство. И причем вот 10 сессий или 20 сессий, и все, ваша жизнь наладится. Вот тут тоже надо быть очень осторожным к таким волшебникам. Никакой консультант, никакой вице-президент по трансформации, инновациям и стратегии не решит ни вашу собственную проблему, ни проблему компании. А если он себя так называет, вот это значит он шарлатан. Сейчас, в общем-то, я вижу такую потребность как бы вечной жизни. И как биологического такого существа, то есть я хочу жить до 120, до 150, и в то же время я хочу что-то оставить после себя. У Познера есть вопрос, который он всем с вами задает, и ни один еще, мне кажется, не ответил честно, когда вот дьявол бы предложил без всяких условий вечную жизнь, в чуть себе отказывается. Я бы согласился бы. Так занят на работе, потом я пришел, мне надо отдохнуть, мне тут надо еще на тренинги ходить, надо развиваться. А, собственно, общение с детьми, их воспитание, это вообще высший уровень развития. Бытовое выгорание, ну это просто усталость. Здесь ничего лучше, чем придумал Бомарше, не существует. Как мысли черные к тебе придут, откупыри шампанского бутылку или перечти женитьбу Фигаро. Ну давайте попробуем разобраться в этом сложном рынке персонального развития. Я хочу пригласить на сцену героев нашего сегодняшнего паблик-тока, боюсь ошибиться, хотя представлять их легко, это председатель совета директоров Киви Борис Ким и психолог Марина Мелия. Марина Мелия, психолог первых лиц российского бизнеса, профессор психологии, преподаватель высшей школы экономики, учредитель консалтинговой компании ММ-класс, автор книг «Бедные богатые дети», главный секрет первого года жизни, а осенью выходит ее новая книга «Отстаньте от ребенка. Простые правила мудрых родителей», председатель попечительского совета благотворительного фонда «Дом с маяком». Борис Ким, председатель совета директоров и сооснователь группы Киви, родился в Узбекистане, учился в Москве, имеет пять высших образований. В 99-м году основал e-Port, компанию по продаже скретч-карт для пополнения счета мобильных телефонов. В 2004 году на ее основе появились терминалы Киви, а в 2008-м сам бренд. В мае 2013 года Киви вышла на IPO на бирже Nasdaq. К марту 2014 года компания стоила 3 миллиарда долларов, услугами пользуются десятки миллионов человек, сейчас капитализация 911,5 миллионов долларов. Вы очень давно практикуете в этой сфере. Как эволюционировали и люди, которые к вам приходят, и вообще весь этот рынок тренингов, связанных с персональным развитием и личностными трансформациями? Да, ну вот мне повезло, потому что в 87-м году мы открыли первый кооператив при МГУ, и первые как раз тогда, новый еще период перестройки предприниматели стали обращаться к нам. Ну, если говорить о том времени, вот эти первый этап, то, в общем-то, тогда никто ничего не знал. Все хотели заработать деньги, все хотели делать бизнес, как тогда говорилось, но не знали, как проводить переговоры, не знали, как провести там брейнсторминг, как набрать людей, как выступить публично. То есть практически все самые такие элементарные вещи нужно было этому учить. Мы сами учились на Западе, ездили в Америку, привозили американских специалистов, и вот так, собственно, прошел первый этап. Потом масштаб увеличился, появились крупные компании, нужно было что-то делать, миссия, стратегия, структура компании, лидерство, менеджмент. Все это стало интересовать людей. Третий этап, я бы сказала, это уже были заработаны вот эти самые миллионы, и людям нужно было разбираться в себе. Вот это был такой момент. Сейчас, в общем-то, я вижу такую потребность, это такой, знаете, как бы вечной жизни. И как биологического такого существа, то есть я хочу жить до 120, до 150, и в то же время я хочу что-то оставить после себя. Ну, как некий храм, как там, например, Стив Джобс, это Apple, да, некие компании, чтобы это мое имя вошло. Как-то капитализировать это через своих детей. И вот эти вот моменты сейчас очень важны. Борис, есть ли у вас личный запрос на вечную жизнь, и как вы занимаетесь личной трансформацией? Что вы считаете эффективным, что нет? Нет, запрос на вечную жизнь у меня есть. У Познера есть вопрос, который он всем с вами задает, и ни один еще, мне кажется, не ответил честно, когда вот дьявол бы предложил без всяких условий вечную жизнь, в чудо себе отказывается. Я бы согласился бы. Но если говорить о личностном развитии, то, мне кажется, сначала было бы хорошо договориться о терминах. На мой взгляд, с возрастом мы округляемся по форме, я сейчас не физическую форму имею в виду, ну хотя это тоже происходит, и обостряемся по содержанию. Я имею в виду, что, конечно, каждый из нас с возрастом нарабатывает большое количество навыков, которые делают взаимодействие с окружающими людьми и окружающим миром менее болезненным и более конструктивным. Это вот уровень навыков, здесь тренинги могут помочь, хотя лично для меня они, мне кажется, большого интереса не представляли никогда. Я убежден, что серьезно поменять себя на уровне ядра личности не поможет ни один тренинг. Из марафонца никогда не получится хорошего спринтера, и наоборот. Экстраверт может на какое-то время стать ненавязчивым собеседником, интроверт может стать любезным собеседником, но до поры до времени мы в этом отношении все как золушки, и для нас, чтобы стать принцессой, важно вовремя уйти. Но, слава богу, есть третий уровень, это уровень знаний. Вот здесь можно развиваться бесконечно. Конечно, вы, ну, в моем возрасте, я про себя буду говорить, я уже не смогу понять там тонкости решения проблемы по Анкаре, но я могу хотя бы понять, в чем она состоит. Ну, а в гуманитарных науках, мне кажется, можно заниматься ими бесконечно, и в этом отношении, мы сейчас уже перешли к онлайн-образованию, я вижу огромный задел для очень многих проектов, включая вот тот, который мы сегодня представляем. Марина, ну вы считаете, можно менять ядро личности, даже таких сложившихся личностей, как Борис, например? Мы говорили с Борисом перед этим выступлением, вот я сказала, что он не нуждается в услуге психотерапевта, и вообще я против интервенции в личности успешных людей. Я за то, чтобы надо быть очень аккуратным в выборе тех людей, с которыми ты начинаешь этот диалог. Ну, а что может человека привести к вам? Если мы говорим о том, как выбрать специалиста, к которому надо обратиться, ну, в данном случае нужно попробовать обсудить с ним какую-то конкретную проблему вначале. Не вообще личностный рост, не вообще какие-то изменения, а вот какая-то конкретная проблема. Например, есть конфликт с партнером, там, передрались сотрудники, ну, условно, в компании, есть какой-то там тугой узел в личной жизни, там, мой ребенок ничего не хочет. Вот какая-то конкретная проблема, которая болит, и вот попробовать ее обсудить, и посмотреть, сложился ли диалог, говорите ли вы на одном языке, ну, одной ли вы крови, да, едины ли у вас ценности. И вот постепенно, если такой диалог сложился, и вы чувствуете, что вы в разговоре с этим человеком можете быть абсолютно естественным, вы можете быть агрессивным, вы можете быть радостным, вы можете быть осторожным, и все это может быть в поле вот этого диалога, все эти проблемы могут решаться. Вот тогда к такому специалисту можно обращаться уже дальше. Но, в общем-то, надо быть очень аккуратным. Что еще может быть, в общем, должно насторожить. Если вам обещают, я не знаю, там, увеличить вашу прибыль, там, на 50%, ваш личностный рост, там, будет просто вознесется до небес и так далее. То есть некое такое, знаете, волшебство. И причем вот 10 сессий, или 20 сессий, и все, ваша жизнь наладится. Вот тут тоже надо быть очень осторожным, к таким волшебникам, потому что они фактически спекулируют на вашем инфантилизме. Что еще может настораживать? Это когда тот же консультант будет зависимым от вас. Вот знаете, такая некая позиция слуги, что изволите. Но люди, добившиеся таких успехов, вот те, которые сидят здесь, вот как Борис, они и так вокруг имеют зависимое окружение, потому что от них зависимое огромное количество людей, и они все имеют какие-то свои интересы. Вот если консультант тоже встает в такую позицию, тоже надо быть аккуратным. Борис, скажите, пожалуйста, ну а что вот вас может заставить поверить человеку, который отвечает за трансформацию? Кому вы верите в мире трансформации и стратегии личностного развития? Тут два вопроса, на самом деле. Вопрос номер один. Кто отвечает за трансформацию? Для меня ответ ясен. За трансформацию отвечаешь ты сам. Никакой консультант, никакой вице-президент по трансформации, инновациям и стратегии не решит ни вашу собственную проблему, ни проблему компании. А если он себя так называет, вот это значит он шарлатан. У меня очень простой подход, как я отличаю шарлатанов от экспертов, но у меня три градации. Есть шарлатан. Шарлатан что делает? Он решает, либо решает несуществующую проблему, ну, например, облысение или целлюлит. Этой проблемы нет, она просто проблематизируется в воображении людей. Но он вот как-то ее решает. Второй тип шарлатана, он предлагает неэффективное решение существующей проблемы. Ну, это когда рака начинают лечить методами так называемой традиционной медицины. Вот это шарлатан. Есть уровень профессионала. Профессионал – это человек, который решает существующую проблему эффективными методами, но уже проверенными. И есть третий уровень, который я называю экспертным. Он делает две вещи. Он либо предлагает новое, более эффективное решение для существующей проблемы, либо, и вот здесь есть трюк, он видит проблему не в том, что видите, в чем видите ее вы. Трюк в том, что и эксперт, и шарлатан, они работают с несуществующей проблемой. Но одна проблема существует в вашем воображении, но не реальная. Вторая проблема реальная, но ее нет в вашем сознании. Вот разобраться в этом, что реально, ваше сознание или реальность, это очень сложный вопрос. А отсюда у них и язык тоже. Вот для меня шарлатаны, они всегда говорят очень непонятным языком, используют какие-то псевдонаучные концепции. Вы мне рассказывали до нашей встречи, что вы два раза в жизни ходили на тренинги. Один раз я ходил на тренинг, потому что был молодой и неопытный, и не знал всего, что я сейчас знаю. То есть вас развели, да? Это во-первых. А во-вторых, те люди, которые проводили со мной тренинг, были очень талантливыми. И я только вот сейчас, за полчаса до нашей встречи, выяснил, что я проходил тренинг в компании, которая основала Марина. Это была компания Экопси, она и сейчас существует, дай бог ей здоровья. И я действительно получил от этого тренинга очень много, что мне хватило еще на 15 лет, нет, даже 20 практически лет, пока я не прошел следующий тренинг у нашего тоже общего друга Володи Шубина. Но там была проблема, связанная с компанией. Мы выходили на IPO, начались небольшие разногласия внутри управленческой команды, внутри акционеров, нам нужен был тренинг, чтобы восстановить доверие. И это тоже получилось. Но в целом я, конечно, не эксперт в тренингах. И тут вот полагаю... Эксперт в тренингах у нас Марина Меля сегодня. Марина, скажите, пожалуйста, есть же проблема не только шарлатанов, но и завышенных ожиданий. Вот была история с завышенными ожиданиями. Это было выступление Тони Робинса в Москве в Олимпийском, когда огромное количество людей пришло на его выступление с ожиданием чуда. А потом было гигантское количество негативных рецензий. Вы имеете в виду завышенные ожидания людей, которые приходят? Да, я завышенные ожидания людей. Когда вы разговариваете с консультантом, вы можете с ним прояснить, от чего же вы можете ждать. Вот если он вам обещает вечную жизнь, если он вам обещает чудо, как я сказала, все, идите, уходите от такого человека. Что можно получить? Можно увидеть ясно свою ситуацию. Вот когда вы обсуждаете что-то, это я называю, как включить свет в темной комнате. Когда у вас существует какая-то проблема, вы не знаете, что происходит, почему, что, как. И вот с хорошим специалистом вы можете увидеть, а что же реально происходит. И в данном случае, потом, когда вы видите эту ситуацию, вы можете уже принимать, обсуждать с ним решения, какие вы лично примете. Но решение должен принимать сам человек, потому что специалист, настоящий консультант, это не поводырь для слепого. Он не может сказать, вот иди туда, делай то, делай сё. Вот если он так говорит, тогда тоже соберитесь, все свои силы, и уйдите. Подумайте лучше сами о себе и примите решение. Потому что я уверена, что большинство людей знает решение своих проблем. Просто они не знают, что они её знают. И вот разговор, у меня бывает иногда, ну, бывает одна встреча с клиентом, этого бывает достаточно. Потому что он видит что-то, получает алгоритм действий, и это очень важно. То есть не то, что вы его будете тащить всю свою жизнь, он сам будет шагать, куда ему надо. Но иногда бывает, нужно понять, а что же происходит вокруг. Вот это и есть задача специалиста, задача консультанта. Есть какие-то новые совершенно явления, которые стали фактически инфекциями века, опустошения и выгорания? Я хотела бы спросить об этом вас, Борис, потому что вот у вас большая компания. Люди приходят часто вот к этому состоянию. Будете ли вы рекомендовать им заняться какими-то трансформационными техниками? Если да, то какими? Я думаю, что у выгорания есть две фундаментальные причины. Первая причина – это нелюбимая работа. Ну, когда вы занимаетесь работой только за деньги. Вот ничего хуже придумать невозможно. И есть вторая причина, она в каком-то смысле противоположна. Первый – когда работа становится смыслом вашей жизни. Неважно, да это может быть, кстати, не только работа, это может быть другой человек, это может быть какое-то увлечение. Но, как говорил Кант, и я с ним здесь согласен, человек должен трансцедировать любую свою потребность. Он должен быть выше любой отдельно взятой своей потребности. Смысл жизни человека должен быть в нем самом, а не в другом человеке. И главным смыслом в жизни ты должен быть сам. Но есть так называемое бытовое выгорание, но это просто усталость. Здесь ничего лучше, чем придумал Бомарше, не существует. Как мысли черные к тебе придут, откупыри шампанского бутылку, или перечти женитьбу Фигаро. Ну, шампанское и женитьбы могут быть разные у всех. Это может быть марафон, это может быть общение с друзьями. Но здесь техник очень много, я их все не буду рассказывать, потому что вы их лучше меня знаете. Марина, ну хорошо, вы как профессионалы, что делать с людьми, которые пришли в состояние выгорания, опустошения? Что вы им рекомендуете в этой ситуации? Ну, тут вот я, в общем-то, могу противовес вам сказать. Вы про шампанское, а я про красное бордоское. Но это не противовес, это мы за. Ну да, я за. У каждого есть свой, собственно, путь. И вот здесь должна быть как раз вот этот внимательный разговор, чтобы понять, а что же произошло. Это может быть нелюбимая работа, это может быть какие-то проблемы в личной жизни. Это может быть просто чисто физическая усталость. Это индивидуально с каждым. Вот тут вот такого общего совета дать нельзя. Каждый может сказать, что он сам делает, когда это чувствует. Это да. Практикуете ли вы какие-то восточные практики? Занимаетесь ли триатлоном, Борис? Все-таки, что, если вы два раза в жизни всего лишь проходили тренинги, что вам заменяет тренинг? Для кого-то это становится постоянной какой-то практикой психотерапии и так далее. Что делаете вы для того, чтобы внутренне расти и меняться? Мне ничто не заменяет восточной практике, потому что я в них не особо как-то нуждаюсь. Я занимаюсь спортом, но в меру. У меня был один опыт триатлона, больше не хочу. Я бегаю лыжные марафоны, потому что это гораздо более для меня здоровый образ проведения свободного времени, чем бег, который очень ударный. Я очень много занимаюсь самообразованием в различных форматах. Это и всякие онлайн-курсы университетов. Кроме того, несколько лет назад мы затеяли такую идею, когда стали для небольшого круга людей приглашать лекторов по разным специальностям к нам. И вот уже за три года мы прослушали целые большие курсы по архитектуре, истории музыки. Это решает две проблемы. Во-первых, это способствует восстановлению, а во-вторых, это расширяет ваш кругозор. Сколько нужно вложить личного времени и денег, чтобы почувствовать разницу, если вы занимаетесь какими-то трансформационными практиками? Ань, тут вот такой вопрос с подвохом. Вопрос в том, а сколько надо времени тратить на развитие? Ну, это как будто есть вот какая-то жизнь, а есть еще какое-то развитие. Так ваша вся жизнь – это и есть развитие. И поэтому, если вы не занимаетесь саморазвитием 100% своего времени, вы вот как Алиса Зазеркалья, вы не бежите изо всех сил и уже даже просто не стоите на месте. Саморазвитие в идеале должно занимать 100% своего времени, вашего времени. Деньги, ну да, деньги, наверное, меньше. Собственно, последний уикенд, который буду проводить я, он будет посвящен, как можно заниматься развитием, воспитывая детей. То есть мы общаемся с ребенком, казалось бы, люди тратят время, но как же, я вот так занят на работе, потом я пришел, мне надо отдохнуть, мне тут надо еще на тренинги ходить, надо развиваться. А, собственно, общение с детьми, их воспитание – это вообще высший уровень развития. И я как раз просто конкретно буду об этом говорить. Как это влияет на самого человека, как его это развивает. И какими качествами он начинает обладать, что он начинает в себе видеть. То есть вот вам, пожалуйста, развитие. Требует ли общение с детьми денег и времени, да? Сколько? У каждого свое. Хорошо. Ну а, например, качество работы компании, какие-то показатели бизнеса, можно изменить с помощью тех самых тренингов личностного роста или нет? Хороший вопрос. Вообще есть исследования, которые говорят, что есть корреляция между личными чертами руководителя и результатами компании. Но они проводились для модели пятифакторной, вот той самой большой пятерки, где, значит, экстраверсия, эмоциональная устойчивость, добросовестность, доброжелательность и открытость. Вот пять факторов в этой модели. И они пытались найти корреляции с результатами компании. И результаты, кстати, интересные, на мой взгляд. Скажем, экстраверсия, она, как правило, коррелирует с более низкими результатами работы компании. Хорошие лидеры, хорошие SEO, они, как правило, интроверты. Открытость опыту и интеллект, он способствует большому росту, большим расходом на R&D, но часто очень низкой прибыли. Именно потому, что этот человек разбрасывается. Ну вот мы там видели, Эллону Маск там промелькнул. Вот это очень типичный пример человека, который гений просто и технически, и во многих отношениях, да? Но результаты компании с точки зрения финансов, они не очень хороши. Добросовестность хорошо калерирует как раз вот с финансовыми результатами компании. На мой взгляд, не бывает идеального руководителя для всех времен, потому что ситуация разная. Скажем, в середине 90-х угрюмый гений Стива Джобса был необходим Apple, а добросовестный Скалли, он оказался неудел. Но когда время прошло, они выпустили довольно много интересных продуктов, добросовестный Кук оказался на своем месте. Он вот подхватил и довольно успешно пока еще несет это знамя. Можно ли путем тренингов изменить? Мой ответ – не очень. Что можно сделать с помощью тренингов? Можно людям дать большее и лучшее представление о том, кто они есть, какие у них есть слабые стороны, на уровне навыков с этими слабыми сторонами поработать, а вот на уровне ядра личности надо по-другому. Надо сделать конфигурацию компании таким образом, чтобы твои слабые и сильные стороны компенсировали другие люди. Когда у нас была вот, ну, целый ряд, ведь мы прошли слияние и поглощение, и мы в 2007 году думали, а вот с кем сливаться и поглощаться, с кем? Было несколько предложений. Я со всеми лично поговорил с людьми. И я понял, что Сергей Солонин и Андрей Романенко – это те люди, которые отлично компенсируют мои недостатки. И поэтому у нас может получиться отличная компания. Ну, то есть можно спасти, например, отношения в компании, да, с помощью тренинга? Можно восстановить доверие, можно спасти отношения, но даже не в этом дело. Зная свои слабые стороны, ты можешь их компенсировать не за счет себя, а за счет других людей. Но ты должен коммуницировать с ними правильно. А вот здесь тренинг может помочь в выстраивании коммуникации правильно. Вообще у меня сложилось ощущение, Борис, что вы начинающий тренер, просто вы не зарабатываете этим. У вас есть все данные, Марин, правда? Да. Но еще что очень важно, что могут дать вот такие семинары, что может дать групповой коучинг в компании, это каждый человек может увидеть свою сильную сторону. Недостатков у нас может быть тысячи. Понимаете, вот если мы начнем перечислять, какие у меня есть проблемы, то уже все разойдутся, а я все буду говорить. И так про каждого человека. А вот нужно, это задача как раз консультантов, тренеров вот этого личностного роста, это показать человеку, чтобы он почувствовал, а в чем его сила. Вот у меня даже книжка такая есть, как усилить свою силу. Вот это очень важно, это самое главное. И когда люди после этого выходят и понимают, что да, я могу вот это, у меня есть вот эта сильная сторона, я могу вот это делать, то это дает очень большое движение вперед. И вот мне кажется, самое главное, если мы говорим личностный рост, то это не то, что тебя тычут вот так, вот у тебя это, 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 а вот увидеть сильное. И предположим, когда анализируешь, ну, предположим, там публичное выступление, первое, что люди начинают делать, я это не так сделал, это не так, нет, все, стоп, ни одного негатива. Давайте мы смотрим, что вас приблизило к тому, чтобы убедить людей. И тогда мы начинаем искать вот эти крупицы, и все больше и больше и больше их находим. И вот когда так проводится тренинг, тогда другие тоже как бы поворачивают свои мозги на это. меняется характер мышления в команде. Во-первых, они видят, какой силой обладают их партнеры. И они видят, что в них есть вот это позитивное, это, это. Они видят этот позитив в себе. И тогда реально улучшаются отношения, они начинают поддерживать друг друга, и вот сама атмосфера становится другой. Вот я, собственно говоря, считаю, что именно такие надо тренинги проводить, именно такие семинары, вот такой групповой коучинг, и тогда бывает за день происходит огромное изменение. За один день происходит огромное изменение. Поэтому вот такая концепция, я считаю, она вообще должна лежать и в коучинге, и в консультировании. И тогда человек может почувствовать эту силу выйти от тебя и понимать, как ему решить эту проблему и делать это сам, а не ожидая, что каждый день его нужно мотивировать. Не надо его мотивировать, он сам будет себя мотивировать. Ему будет интересно. И потом, мне кажется, очень еще важный результат вот этих таких групповой работы в команде, то, что становится интереснее жить. Ведь это же очень важно, когда идет какая-то работа, может быть, она рутинная, она повторяющаяся, и вдруг что-то такое новое ты видишь. Ты видишь в новом свете свою работу, ты видишь в новом свете тех людей, которые тебя окружают, ты видишь руководителя совершенно по-другому, и твоя жизнь просто становится интереснее и насыщеннее. Мне кажется, это очень важно. И это, конечно, повышает ли это эффективность? Повышает. Работает ли это на прибыль? Да, безусловно. А вы следите за успехами компании или конкретных людей, в которых вы вкладывались как коучинг? Конечно, конечно. Конечно, с интересом, безусловно. Это тоже добавляет интереса в мою жизнь. Они есть в списке Forbes? Они есть в списке Forbes, и были, и есть. Ваш осенний университет – Forbes антология. 12 увлекательных уикендов осенью 2019 года, посвященных главным технологиям персонального развития. 12 звездных тренеров и их лучшие практики. Уникальное пространство на головокружительной высоте в Сити. 90-й этаж Башни Федерации. Все, что деловому человеку нужно узнать о трансформации, чтобы владеть лучшими инструментами персонального роста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...